добрый день уважаемые студенты вашему вниманию видео лекция номер один по дисциплине автомобилей профессор кандидат технических наук албекеров нариман албекерович тема лекции введение силы действующей на автомобиль при движении план лекции характеристика дисциплины виды занятий основные требования содержание задачи и цель дисциплины критерии для оценки и анализа эксплуатационных свойств автомобилей изучаем в данной дисциплине краткая история науки о теории автомобилей тяговые движущие силы автомобиля на ведущих колесах и и и и и Продолжение следует... 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 С учетом потенциальных возможностей автомобилей и особенностей условий эксплуатации. Продолжение следует... 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 При комбинированном методе показатель ИСА частично определяется экспериментальными или расчетными методами. Для определения критериев ИСА основное внимание будем уделить расчетным методам. Теория эксплуатационных свойств как наука сравнительно молода, сформировалась и развивалась широким размахом после октябрьской социалистической революции. В связи с важнейшей задачей народного хозяйства по созданию автомобилестроения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Под руководством основательно-советской автомобильной школы Чудакова были начаты первые плановые работы по исследованию и испытанию автомобилей. Монография академика Чудакова 23-28 годов и его учебник «Теория автомобиля» 1935 года по праву являются началом создания теории эксплуатационных свойств автомобиля как науки. В 32-39 годах 20 века профессора Зимелев и Фолькевич развили и углубили теорию автомобиля. В последующие годы наряду с развитием общей теории автомобиля проводились исследования отдельных эксплуатационных свойств. Зимелевым предложен аналитический метод расчета показателей тяговой динамичности автомобиля. Кевзнер и Литвинов разработали теорию движения автомобиля с учетом боковой эластичности шин. Продолжение следует... Фолькевич, Рубец, Шейнин исследовали топливную экономичность автомобиля в различных условиях работы. Методы оценки и анализа тормозной динамики автомобиля исследованы и разработаны Бухариным, Великановым и Гридэспул. Фолькевич, Рубец, Шейнин Динамические и топливные экономические свойства автомобильного поезда исследованы Яковлевым. Устойчивость и маневренность автопоездов изучены Закином. Дальнейшие разработки и уточнению отдельных разделов науки о теории автомобилей были посвящены исследования советских ученых в 1960-1980 годах. Это Антонов, Гейкин, Акопян, Бочаров, Ведемейер, Гришкевич, Диваков, Иларионова, Колесников, Метлюк, Пархиловский, Петров, Силаев, Токарев, Яценко и другие. Развитие теории эксплуатационных свойств автомобилей на современном этапе посвящены труды многих ученых СНГ и зарубежных стран, в том числе КАМ, Маркварт, Эберан, Янте и другие. Продолжение следует... Из механики известно, что движение объекта связано с взаимодействием сил, действующих на него. Поэтому для оценки и анализа СА, рассматриваемой дисциплиной, необходимо установить силы, действующие на автомобиль при характерных видах и режимах его движения. Так, в основе оценки и анализа динамичности используются прямолинейные движения. Продолжение следует... В общем случае прямолинейного движения неполноприводного автомобиля со скоростью V и ускорением G на подъем I, на него действуют три группы сил. Первая группа... Тяговые движущие силы ведущих колес, ПТ. Вторая группа... Силы сопротивления движению автомобиля, П сопротивления. И третья группа... Нормальные реакции дороги, соответственно, на передние R1 и задние R2 колеса автомобиля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это толкающая автомобиль сила, которая передается от ведущих колес к несущей системе, раме и кузову. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...